Белые-голубые уступили Красной Армии в матче длиной в пять периодов и завершили свой поход за Кубком Харламова. Итог подвели в двух домашних матчах, последних в этой серии. За тем, что происходило на льду, следила и наша съемочная группа. Первая игра домашних поединков началась с активных первых секунд. Хозяева больше контролировали шайбу, чаще гостили в зоне соперника. При этом армейцы опасно контратаковали. Впрочем, серьезной работы у вратарей не было. В середине периода белые-голубые провели быструю атаку 2 в 1. В результате Семен Баринов влетел в ворота Красной Армии и остался лежать на льду. Поднявшись с помощью партнеров, нападающий первого звена не смог продолжить игру и отправился в раздевалку. Конечно, неприятно, что Семка ударился, получил травму. Конечно, все обозлились, хотели забить, тоже кому-нибудь врезать. Но, возможно, это сказывается на дыру. Опять же, удаление было. Тяжело так сразу сказать. Сейчас будем в раздевалке обсуждать все, думать, что исправлять. На 35-й минуте хозяева провели длительную осаду ворот Всеволода Скотникова, но в итоге получили ответную атаку на свои ворота. Никита Долгопятов точным броском отправил шайбу в ворота Вадима Жиренко. Эта шайба стала единственной в третьей игре серии. Впереди последний поединок в спорткомплексе «Юбилейный». Как и в поединке накануне, белые-голубые атаковали большими силами, а их оппоненты разжимали пружины контр-выпадов, создавая моменты у ворот Вадима Жиренко. Счет был открыт на седьмой минуте. На перерыв команда ушли со счетом 0-2 в пользу гостей. После перерыва давление на ворота Красной Армии возросло до предела. Динамовцы бросали со всех мыслимых позиций. В итоге две двойки на табло «Юбилейного». Хорошая игра, равная борьба. Никто сдаваться не хочет. От этого счета такой. Сейчас работу над ошибками проведем, посмотрим, что они так сделали. Бросать больше. Это, наверное, самый главный аспект. Больше бросать. Полноценный овертайм прошел под диктовку «Динамо». Впрочем, красноармейцы находили силы на фирменные контратаки. В концовке дополнительной 20-ти минутки хозяев наказали за нарушение численного состава. И с учетом результативной игры в большинстве гостей могли завершить матч. За полторы минуты до сирены гости организовали атаку в один пас. Хозяева замешкались при замене. В итоге «Динамо» уступила со счетом 2-3. И завершила свой поход за Кубком Гагарина, проиграв серии 1-3. На этом, по большому счету, успешный для бело-голубых сезон 19-20 париматч чемпионата МХЛ себя исчерпал.